девчонки привет ребята тоже привет всем привет вот это же за этим столиком очень продуктивно сейчас поработала с компьютером на коленках сейчас выпью свой кофе и хочу немножко походить размять спину устала устала сидеть долго за компьютером пойду соберу жимолость а после того как я соберу жимолость я сниму для вас обзор того что хотела вам показать в этом видео жимолость еще не полностью созрела но уже та которая созрела начала сыпаться поэтому надо с ней разобраться и хочу сказать вам спасибо спасибо за то что вы так благосклонно восприняли мой сад я с вами согласна сатом я совершенно замечательный прекрасный по крайней мере для нас потому что он такой каким мы его для себя создали у кого-то будет по-другому безусловно каждый человек для себя делает только больше нравится ему а то что я сказала по поводу скучно и неинтересно это было просто цитата одной губиянки который я просто заблокировала который писал мне неприятный комментарий ну в том числе про то что сад это не ваше очень скучно очень неинтересно и все такое вот сейчас пройдемся покажу вам то что сейчас начинает созревать и видеть создать что хотел сказать поскольку в логовые видео они же снимаются кусочками потом уже монтируется в один вашей ролик и получается к моменту выхода видео информация по крайней мере о цветениях уже может быть не актуальной то есть вот я для вас сняла дождь идет а когда видео выходила несколько дней дождя уже не было и была жара ну к примеру так и по поводу цветение пионов например не все цветут в разное время поэтому я поснимаю кусочками и вам из этих кусочков уже такой вот ряд соберу показать свои пионы во всей красе в разное время но вы увидите одновременно думаю тимпионы я вам точно не люблю что показала в закрытом виде они были похожи на розовые розочки не распустившиеся сейчас они распустились вот такие вот очень красивые крупные показать вот прям сантиметров 15 наверное в этом цветке вот сейчас они пока что розовые но через некоторое время они станут такого бежевого цвета когда они сделали это в прошлом году я очень сильно удивилась ночи 7 удивилась показал тоже все на канале это мои дорогие зрители мне объяснили что это такой сорт вот что он открывается как розовый цветок а потом он становится бежевым очень интересный вариант красивый красивый вот еще три 4 5 6 6 кустов у меня пока что еще не цветут носят момента выхода видео они зацветут то я их тоже сниму и тоже вам покажу как-то все очень быстро случилось все было холодно 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 потом как-то все быстро зацвело и вот раз уже висят плоды пожалуйста крыжовник тоже будет много у меня два куста голубика как-то так себе выглядит не очень мне нравится прошлом году яблок вообще не было в этом году будет много куда-то спряталась покажись самая любимая моя ягода вот уже поспевает радуюсь лыча это достаточно молодые деревья и плодоносит они будут только первый раз в этом году тоже очень радуюсь этому смородина много-много опять меня это как-то ну вот вообще не радует потому что я не знаю что с ней делать мы ее не любим мою не едим я ее и замораживаю и сахаром ее закрывал и просто варенье единственное что иногда настойки но мы не выпиваем столько сколько я готовлю чем смородин опять будет очень много буду собирать жимлость она еще пока что не вся созрела но то что созрела уже начала сыпаться этого допускать никак нельзя это что называется психанула проходила мимо магазина увидела что-то зеленое зеленый период в действии как вы понимаете пошла и вот вот купила это знаете к вопросу о моем гардеробе я думаю что не цветочков не рюшечек вы у меня в гардеробе не увидите я ношу как правило строгие лаконичные по форме костюма одежду а вот цвета до цвета могут быть именно поэтому что у меня строго лаконичная форма никаких никакого декора на одежде нет именно поэтому я и позволяю себе крупную привлекающую к себе бижутею вот собственно говоря весь секрет купила две рубашки льняную бирюзовую хлопковую зеленую и купил вот такой вот цвета яблоко жакет из вискозы вы знаете по моему я сейчас пока что еще сама не проверял сейчас мы с вами вместе проверим по моему с этим жакетом у меня складывается комплект сейчас пойдем и посмотрим вот это платье берем стиле я купила осенью на распродаже почему осенью потому что была распродажа почему она мне вас как-то очень дешево она длинная и вот на таких тонких бретельках я платье без рукава не ношу голые руки я сейчас не ношу я к нему присматривала ну что-то может быть жакет может быть кардиган но поскольку мне не горела я так в общем не активно посматривала а тут я увидела этот жакет я подумала что вот они и нашли друг друга посмотрите по моему идеально придумала как показать вам этот костюм в полный рост повесила на вешалку на крючок для гобелена платье шкафу немножко помялась юбка на эти мелочи это все конечно разутюживается и вот с таким жакетом вот такой вот яблочный костюм у меня получилось по моему прелестно мне кажется немножко ярче чем в жизни вам передает сейчас цвет но я хотела вам еще по поводу несколько слов сказать по поводу аксессуаров ну как вы видели в очередной раз очень простой покрою платье им просто прямое очень простой покрою жакет просто прямой и чем бы я добавила знаете у меня есть несколько вариантов зависимости наверное вот настроение смотрите вариант номер один у меня есть такой бисерный даже не знаю как назвать такие бисерные бусы и они даже не винтажные мне кажется они антикварные вот такой вот чудный приглушенный оттенок я их по своей длине могу несколько раз намотать на шею можно сделать по длине можно сделать покороче тоже покупала на обложенном рынке в общем это один из вариантов вариант другой вот такая авторская брошь она очень большая она большая как я люблю я не знаю здесь наверное все-таки сантиметров но больше 10 может быть может быть даже ближе к 15 этот как раз тот размер который я считаю правильным вот при том что все остальное очень лаконичная вот как раз такая акцентная брошь будет добавлять перца другой вариант тоже авторская работа вот такая здесь натуральный камень натуральные натуральные жемчужины ну это барочная жемчужина то натуральные жемчужины это ручная работа авторская ручная работа и она стоила довольно дорого с чем бы я ее стала комбинировать я уже показывала вот эти сережки которые я покупала ой извините на алиэкспресс дорогая брошь недорогие сережки но вместе они ну просто идеально смотрятся это к вопросу о том что не нужно быть снобом если у вас есть чувство вкуса есть ли у вас есть свой собственный стиль то вы умеете комбинировать между собой абсолютно разные предметы абсолютно разных ценовых категорий все смотрятся очень даже органично общем вот такие очень недорогие сережки с достаточно дорогой авторской броши и я бы наверное добавила еще и ожерелье из натурального жемчуга вот так вот это мне кажется более статусно пафосно вот это более привлекающее к себе внимание такое знаете прям очень акцентная а вот это наверное более нейтральная вот такие варианты но если вы со мной уже давно то вы уже давно знаете что мне абсолютно не важно ни происхождение вещи не ее возраст в общем то я могу комбинировать антикварные вещи винтажные и купленные в современном магазине и на алиэкспресс для меня это все не важно для меня самое главное чтобы вещь меня радовала и вещь приносила мне радость и удовольствие поэтому вот сейчас я снова направляюсь комиссионный магазин на 5 парковый видео из этого магазина было но во влоге я вам о нем не рассказывал поэтому давайте расскажу сейчас очень небольшой магазинчик здесь конечно в основном посуда бываю здесь довольно часто бываю с удовольствием девочки всегда очень отзывчивые что я купила в этот раз с чем я ушла я вам покажу но хотел обратить ваше внимание вот в предыдущем видео вот он стеклянный набор из голубого стекла на антиквардном маркете на бульваре он стоил 12000 здесь он стоит 1800 поэтому но имеет значение в принципе имеет смысл ходить в том числе и по комиссионным магазинам но почему бы нет вот это мои трофеи из магазина комиссионки скупки на 5 парковые вы знаете мы уже дружим с девочками сотрудниками этого магазина я с радостью бываю у них они с радости с радостью меня всегда принимает стараются мне помочь подсказать в общем ответить на все мои вопросы и они также доброжелательно отвечают и на ваши вопросы когда вы их задаете я оставляю номер телефона можно звонить можно писать писать на ватсап в общем мы с ними дружим и вот это мои находки то что я хотела купить но то что за что они не взяли с меня денег хотят конечно все очень бюджетно я могла бы вполне конечно за все это заплатить и так что вот вот эти вот рюмочки стопочки я вам уже показывал видео акцентировал ваше внимание на них очень славные их три штуки но меня совершенно не смущает не всегда мы там собираемся знаете меня шестером чтобы выпивать поэтому то выдел три штуки купила три штуки розового цвета очень красивого были они очень бюджетными стоили 60 рублей за три штуки ну то есть по факту получается по 20 рублей одна стопочка и что-то мне подсказывает что это начало розового периода розовые встречается крайне редко но по крайней мере я встречаю очень редко ну тем интереснее да вот это вот первая моя находка потом вот такая заколка эта вставка ну наверное фарфоровая или керамическая не знаю наверное фарфоровая эта заколка она стоила 100 рублей конечно я такой носить не буду взяла для антикварной куклы волосы антикварных кукол чаще всего настоящие человеческие и вот чтобы сделать красивую прическу чтобы заколоть локоны вот я взяла такую заколочку цена 100 рублей что в общем-то довольно бюджетно также для антикварных кукол для нижнего беля скорее всего антикварных кукол я взяла такие вот кружева они были по-моему по 100 рублей метр но я не знаю сколько здесь метров потому что когда я заинтересовалась этим кружом не его просто отдали весьма . они относительно конечно старенькие не очень старые то не антикварный кружево это винтажная так могу предположить что это года наверное семидесятые думаю что скорее всего так в общем кружева такого типа никогда не бывает лишним она пойдет и для антикварных кукол может быть во вторую очередь а в первую очередь для винтажных кукол которые теперь у меня тоже собираются и вот это что это я понятия не имею такой не знаю может быть это какой-то не знаю может быть это какой-то пояс в общем я не знаю судя по всему эта ткань шерсть вышивка я думаю машинная в общем это винтажная вышивка очень красивая очень эффектно в прекрасном она состоянии не стирано еще пока что потому что вот только приехал сразу вам снимаю этот самый обзор рюмочки помыла а вот это еще пока что не стирала лежал этот кусочек это вышивка в пакете с текстильом соответственно стоило тоже 200 рублей на для чего использовать не знаю я думаю что наверное также как часть костюма куклы может быть в пальто может ну короче не знаю пока что не знаю но пусть будет решила что лишним не будет вот такой интересный элемент который тоже буду использовать ну где-то для декорирования наверное декорирование костюма а может быть даже и не куклы может быть в общем я не знаю пока пусть будет сейчас сделала фото для своего магазина с вот этими подставками да я вам говорила что эти подставки я себе две штуки тоже оставила так вот смотрится на подставке шляпка так вот смотрится паричок паричок какой-то лохматый ну какой есть вот этот манекен я вот тоже когда-то сама делала надо хочу тоже покрыть маслом чтоб и темнее была эта ножка видео как я его делала есть то моим основном канале так же как и паричок я делал сама на основном канале также как и шляпку тоже делала сама на основном канале ково одева сейчас покажем вот она эта красавица кай р очка она на кожном теле и пришла к мне абсолютно голая и абсолютно лысая и вот мы с вами вместе на моем основном канале девали там у меня был нижнее белье платье такое шелковое сумочка и сейчас не видно паричок и шляпка вот это то что мы с вами делали и именно ее паричок и и шляпка вот сейчас в качестве модели для от этих подставочек смотрите смотрит на меня укоризненно и говорит когда ты меня оденешь неприлично же в одной сорочке сережках да надо 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 еще раз вам покажу детали этой шляпки она шилась очень просто это по сути даже не шляпка это как повязка повязка которая просто привязывается на голову как как ободок не знаю вот но смотрится очень эффектно здесь винтажное кружевом винтажные цветочки вот эти тычинки современные но они сюда как-то очень хорошо легли такая моя работа еще одно мероприятие которое я посетила на прошедшей неделе это был антикварный маркет на отвергском бульваре это не постоянно действующий маркет он проводился здесь в рамках праздничных мероприятий посвященных дню россии я была видео снимала и видео на моем канале вышло оно было предыдущим если вы по какой-то причине пропустили то заходите на канал посмотреть было интересно что было но в основном конечно как всегда в основном это была посуда посуда и советского периода и немножко антикварные но конечно меньше меньшим количестве также был декор какие-то статуэтки вазы картины было много букинистов было немножко игрушек в общем как обычно на всяких таких антикварных и винтажных маркетах в общем всякое разное можно посмотреть с удовольствием и вот здесь сейчас хочу вам еще раз показать вот этот вот голубой набор из стекла вот пожалуйста 12000 то же самое ведь правда ну да то же самое ну и поскольку это праздничное мероприятие здесь был не только маркет здесь было интересно здесь кузнецы здесь были и настольные игры в общем было интересно возвращалась и проходила мимо музея и задумалась нам с вами туда надо или нет как-то вы по моему не очень любите музеи но скажите пойдем туда я уже говорила что стиле арт-деко арнаву мои самые любимые стили самые любимые направления в искусстве в моде во все будь то одежда украшения архитектуры интерьер дизайн в общем арт-деко арнаву это мои самые любимые направления и я вообще сейчас как-то очень увлечена искусством двадцатых тридцатых годов прошлого века это как раз и эпоха арт-деко как-то получается так что книги которые я последнее время читаю как-то связано с этой эпохой и поэтому если я вижу какие-то элементы я их сразу сразу замечаю сразу глаз выхватывает вот единственная покупка которая у меня была на вот этом антикварном маркете была эта картина это явный арт-деко ну понятно что это не тех времен от естественно стилизация но тем не менее посмотрите явный арт-деко купила ее хозяин хотел за нее 3000 что лично мне кажется слишком слишком высокая цена я купила за полторы тысячи мне кажется полторы тысячи это как раз то что то вот справедливая для нее цена рама здесь такая себе ее нужно будет но либо поменять либо как-то немножко подреставрировать не знаю пока вот такая вот чудная картинка и тут же у меня сразу знаете возникли желание нарисовать что-то еще пару картинок к ней в компанию в той же стилистике в той же теме знаете поскольку я не художник в моем случае это именно не написать именно нарисовать не знаю желание пока есть времени пока нет но наверное но нужно немножко себе дать времени и пока есть желание нарисовать если получится что-то конечно я вам покажу а так вот эта вот картинка она в раме на под стеклом она с паспарту вот такая вот славная это моя единственная покупка и вот я возвращаюсь этого маркета пакете у меня лежит купленная картина которую только что показала захожу я метро идет ретро поезд 35 года захожусь что я вижу это же это вылитый арт-деко посмотрите на эти светильники посмотрите на эти формы и посмотрите на этот декор на стене но представляете да вот так так это работает еще к слову про арт-деко вот такая вот брошь тоже с алиэкспресс прекрасное качество отлично сделала это брошь арт-деко девушка жемчужинка но жемчужинка естественно искусственная здесь она может быть и подвеской и брошью очень плотный качественный металл он не гнется в общем брошь очень качественная такого матового золота естественно бижутерия и знаете вот в качестве броши лично для меня она мелковата качестве брошь мне бы хотелось раз в два крупнее но в качестве подвески вполне даже можно если она еще есть продажа продавца я просто покупал ее же наверное год назад а может быть даже больше года если она в наличии еще есть то ссылку я вам в боксе на нее обязательно оставлю смотрите прекрасно детализация прекрасное качество и видите с ней за это время ничего хотя конечно не немного и носила может быть несколько раз всего надевала но очень хорошее качество рекомендую снова переносимся в центр москвы и это театр имени пушкина на этот спектакль я хотела очень давно сходить и получилось только с третьей попытки первые две попытки с уже купленными билетами у нас отменились первый раз по нашей вине второй раз отменили спектакль и вот с третьего раза наконец-то мы попали этот спектакль спектакль мадам рубинштейн посвященный хелене рубинштейн я читала книгу и мне хотелось посмотреть спектакль действующих актеров всего только 3 и в главной роли вера аленту понравилось или не понравилось ну давайте наверное я вам об этом расскажу уже после поклона пока вот покажу вам немножко фойе а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, девчонки, ребята, давайте пару слов про лабиринт. Вот сейчас я захожу на сайт лабиринта и здесь, вот на главной странице мы сразу видим, что здесь есть какие-то акции. Эти акции есть каждый день. Более того, при том, когда вы постоянно покупаете книжки, у вас появляется ваша персональная скидка. У меня эта скидка сейчас 15%. И эта скидка суммируется с другими скидками, с другими акциями. Потом вы выбираете какую-то книжку и добавляете в отложенные. И потом наблюдаете, как это делаю я, чтобы... Когда скидка максимально большая. Вот, например, смотрите, я хочу купить вот эту книжку про Фондорина. Сейчас на нее скидка 35%. И сейчас она стоит 726 рублей в лабиринте. Я не буду сейчас торопиться ее покупать, потому что 35% это не самая большая скидка, которая бывает. Она бывает больше. Я думаю, что подожду и рублей за 500 ее куплю. Но я вам сейчас ставлю кадры. Специально сегодня проходила мимо книжного лабиринта. Ну, то есть магазин офлайн, который находится... Ну, вот обычный магазин, который физически... Вот эта книжка там продается. Я сняла видео, сколько она там стоит. Это к вопросу о том, выгодно ли покупать в лабиринте. Очень выгодно. Правда. Вот вы посмотрите на ту цену и поймете, что это очень выгодно. И не забывайте пользоваться кэшбэком. Кэшбэк вам еще немножко денежка вернет. Поделюсь с вами радостью. Приехал курьер, привез мне очередную мою покупку из лабиринта. Давно я уже что-то не покупала. Короче, я не помню, когда я последний раз покупала. Вот эти вот две книжки лежали у меня в избранном, как я вам уже говорила. Всегда оставляю, откладываю желаемые мной книжки в избранные и отслеживаю цену. Вот здесь вот какая-то была акция. И получилось, что они мне обошлись очень как-то недорого. Вот купила две, обе посвящены вышивке. Сегодня мы их листать не будем. На них потребуется время. Давайте мы их отложим с вами до следующего видео, влогового. И, наверное, в следующем видео я немножко больше приурочу именно вышивке. Может быть, побольше поговорим на эту тему. Пока что вот хотела вам показать. Вот эта, она более практическая. То есть здесь прямо вот всякие, как это называется, швы, разные всякие стежки. В общем, здесь прямо техника, как это делается. Прямо эта энциклопедия, она и называется энциклопедия, энциклопедия она и есть. А вот эта вот очень красивая. Здесь, конечно, тоже есть разные стежки. Но здесь она более наглядная. Она очень красивая. Я вышивать, говорила вам уже, повторюсь, миллион раз, вышивать я не умею. Но почему-то, вот у меня есть зуд в пальцах, почему-то мне прямо хочется. Нитки, иголки уже все лежит, уже все куплено. И уже просто бери и вышивай. Может быть, так и надо сделать. В общем, вот эту книжку мы с вами будем рассматривать в следующий раз. Будем ли мы рассматривать эту, я пока что не знаю. Потому что здесь, ну, она, знаете, она более такая прикладная. То есть, не знаю, что там рассматривать. Короче, я подумаю на эту тему. Пока отложу. Рассматривать мы сегодня с вами будем другую книжку. Да, и, кстати, в Лабиринте я заказала еще две книжки. Пока их не получила, поэтому мы их не показываем. Покажу в следующий раз. Тоже очень крутые, очень классные. Ну, в следующем влоговом виде я тоже тебе покажу. Тут, знаете, под предыдущим видео одна моя зрительница, которая меня, по-моему, терпеть не может. Она меня все время ругает, но все время возвращается. Все время возвращается ругать. Ну, не знаю, если тебе так неприятно, зачем ты приходишь спрашивать? Не знаю. Я не стала удалять этот комментарий, если хотите, посмотрите под предыдущим влогом. В общем, я виновата во всем, что я покупаю. И зачем-то я там заполонила весь дом. Хотя нет, ничего я там не заполонила. У меня очень свободный, очень просторный дом. Но один из упреков в том, что я скупаю альбомы по всем направлениям. Ей непонятно для чего. Ну, главное, чтобы мне это было понятно. Знаете, искусство, декоративно-прикладное искусство, это, можно сказать, моя работа. Я, во-первых, сама декоратор. Во-вторых, я хозяйка магазинов товаров для творчества. И это все, вот это все мне нужно для работы. Это во-первых. А во-вторых, это все дает мне вдохновение. Вдохновение для творчества, вдохновение для того, чтобы не просто существовать, а чтобы жить с радостью, чтобы смотреть по сторонам, чтобы видеть красивое, чтобы это красивое замечать, чтобы это красивое создавать, чтобы этим красивым делиться. Поэтому еще одна книжка. Я вам показала картину ар-деко, а книжку я купила, стиль ар-нуво. И тот, и другой стиль, как я вам сказала, мне очень нравится. Ар-деко, он более сдержанный, более лаконичный, более геометричный. Стиль ар-нуво другой, он очень декоративный. Но, тем не менее, его тоже можно назвать лаконичным. То есть это не завитушки рококо и барокко, это такой природный декор природный. Сейчас начнем листать, я вам все подробно расскажу. Эту книжку я купила на вернисаже Возмайлова. То есть я ее купила с рук, она получается не новая, но она в состоянии новой. То есть человек купил ее для себя, читал, вдохновлялся, радовался. Прошло некоторое время, он решил ее отпустить и дать ей вторую жизнь. И вот вторую жизнь я ей хочу дать. Книжка мне отобросла 700 рублей. Сейчас я поставлю немножко по-другому камеру. Будем с вами с удовольствием листать эту чудную, абсолютно чудную книжку. Итак, книжка под названием «Стиль Арнуво. Линии и силуэты». Кстати, вот эта брошь, которую я вам сегодня показывала, в которой я вам говорила, что авторская работа, она вот как раз сделана в стиле Арнуво. Так, давайте, наверное, чуть-чуть, да? Вот так, чтобы больше входило в кадр. Как обычно, листаю быстро. Ну и как обычно, самостоятельно этот вопрос регулируйте. Вот видите, украшение очень красивое. Это очень красиво. Я такое очень люблю. И как раз вот в этом стиле, в этом стиле, это брошь, которую я вам сегодня показывала. Я думаю, что если вы ничего не знали об этом стиле, то сейчас, когда вы увидите там какие-то витражи где-то, вы будете узнавать. Вот сейчас вспомните. Видели? Ну, наверняка видели. Видели? Иллюстрации Альфонс Мухи. Я думаю, что Альфонс Муха, это, наверное, ой, извините, быстренько пролиснем обнаженку. Альфонс Муха, это самый известный. Я думаю, что самый известный представитель стиля Арнуво. Но он, конечно же, не единственный. Тоже у меня было желание как-то брошь сделать в стиле Арнуво. Но тоже желание есть. Они пока что остаются желаниями, но может быть. Опять обнаженка. Почему прячу? Потому что Ютуб может за такие невинные картинки забанить видео. Да что ж такое-то сплошная обнаженка. На улице довольно ветрено. Я надеюсь, что ветер вам не шумит в микрофон. Но если шумит, то, прошу прощения, перезаписывать не буду. Смотрите, какая красота. Пожалуйста, плакаты Арнуво. Плакаты, афиши, рекламные буклеты. Все в этом стиле. Наверняка вы встречали, может быть, просто не задумывались. Ну, вот и все. Здесь указатель художников. То есть вот эти все художники, которые творили в стиле Арнуво, о которых, может быть, я точно не обо всех знала. Это абсолютно точно. Но я всегда очень люблю учиться и узнавать что-то новое. Вот на этом я буду с вами прощаться. От вас жду обратной связи в комментариях. Напишите, какой стиль вам нравится. Любите ли вы Арнуво, любите ли вы Арнуво, либо, может быть, вы любите какой-то другой стиль. Поставьте лайк этому видео. Вам несложно, мне приятно. Поделитесь с своими друзьями, знакомыми. Ну и не забудьте подписаться на мой канал. И прощаюсь с вами. До следующей встречи. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok